Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджане, выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося государственного деятеля президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха-халифы Бен Заида Аль-Нахаяна. Глава государства побеседовал с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджане Мухаммедом Аль-Блуши и оставил запись в траурной книге. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодня Объединенные Арабские Эмираты добились стремительного развития именно благодаря усилиям шейха-халифы Бен Заида Аль-Нахаяна, а также выразил уверенность в том, что под руководством нового президента шейха Мухаммеда Бен Заида Аль-Нахаяна страна продолжит этот путь развития. Глава государства особо отметил успешное развитие отношений между двумя странами во всех сферах, выразил уверенность в том, что дружественные и братские отношения с шейхом Мухаммедом Бен Заидом Аль-Нахаяном будут способствовать дальнейшему расширению сотрудничества. О развитии двустороннего сотрудничества говорилось и в ходе сегодняшней встречи президента Ильхам Алиева с делегацией под руководством председателя законодательной палаты Олии Мажлиса Республики Узбекистан Нордин Джоном Исмойловым. Глава государства подчеркнул успешное развитие братских отношений между Азербайджаном и Узбекистаном во всех направлениях, в первую очередь в политической сфере. Отметил, что особое значение в этом деле имеют отношения между главами государств двух стран и с удовлетворением вспомнил в этой связи свой визит в Узбекистан. Президент Ильхам Алиев сказал, что историческая языковая и культурная близость создают основу для укрепления двусторонних отношений. Коснувшись сотрудничества в экономической сфере, глава государства подчеркнул значение роста товарооборота, отметив, что для этого имеются хорошие возможности. Указав, что и в Азербайджане, и в Узбекистане проводится большая работа в области транспортной инфраструктуры, президент Ильхам Алиев отметил наличие перспектив для расширения сотрудничества в этом направлении и полного задействования транспортных коридоров. Глава государства также отметил значение рассмотрения возможностей взаимного инвестирования и вложения совместных инвестиций в проекты в других странах. В свою очередь, председатель законодательной палаты Оли Мажлис в Узбекистан отметил, что развитие Баку произвело на них глубокое впечатление и передал президенту Ильхам Алиеву поздравления по случаю достигнутых Азербайджаном успехов. Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II приняла делегацию во главе с президентом Федерации конного спорта Азербайджанской республики Эльчином Гулиевым в Виндзорском дворце в рамках традиционного Виндзорского королевского конного шоу. Ее Величество Королеве, которая всегда с большим интересом следила за выступлениями азербайджанской делегаций в рамках Виндзорских королевских конных мероприятий, был преподнесен в подарок от президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева – карабахский скакун Шогрет. Лошадь, привезенную в качестве подарка королеве, доставили в Виндзорский замок и передали новые владельцы вместе с соответствующими сертификатами. Ее Величеству Королеве Елизавете были также подарены скульптуры Алхан и Галхан известного азербайджанского художника Фаика Гаджиева, созданные в честь Карабахского и Дельвахского скакунов. Елизавета II выразила признательность за подарок и поблагодарила Азербайджан за традиционное участие в Виндзорской королевской конной выставке. В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год в одной из воинских частей сухопутных войск Азербайджана проведены стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов. Как сообщает Министерство обороны Азербайджана, привлеченный к учениям персонал, был проинформирован о правилах безопасности и условиях стрельбы. Военнослужащие успешно выполнили задачи по стрельбе по цели с заранее подготовленной позицией. Учения проводились с учетом боевого опыта, приобретенного в ходе 44-дневной войны. Правительство двух скандинавских стран Финляндии и Швеции почти синхронно приняли официальное решение вступить в Североатлантический альянс. Реакция соседей последовала незамедлительно. Россия уже предупредила мир об ответных военно-технических шагах в случае присоединения Финляндии и Швеции к альянсу. При этом в Турции не считают позитивным развитием возможность принятия этих стран в состав НАТО, а президент Хорватии Зоран Миланович уже обещал наложить вето. Тема вступления Финляндии и Швеции в НАТО и вероятные в этой связи угрозы для мира в целом прокомментировал финский общественный деятель доктор общественно-политических наук Йохан Бекман в интервью о Хуаз. Он назвал намерение Финляндии вступить в НАТО опасной идеей и нарушением международного права, поскольку республика не может вступать в военно-политический альянс. Синхронные заявления со стороны Латвии и Литвы о том, что финский залив станет морем НАТО, могут воспринять как новую угрозу блокады Санкт-Петербурга, добавил эксперт. Йохан Бекман также напомнил, что заявку на вступление какого-либо государства в состав альянса должны одобрить все без исключения страны НАТО. Финский эксперт не уверен, что процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО дойдет до конца. Если война с Россией затянется, то 9 из 10 украинцев окажутся за гранью бедности и будут поставлены под угрозу почти два десятилетия успеха в развитии. Об этом говорится в микроблоге Твиттер Организации Объединенных Наций. Отмечается, что по данным украинского правительства, уже уничтожены дома, дороги, мосты, больницы, школы на сумму не менее 100 миллиардов долларов. Кроме того, в результате войны половина предприятий страны полностью закрыта, а другая половина имеет трудности. Отметим, что ранее в ООН обнародовали данные о гибели гражданских от рук российских военнослужащих. По состоянию на 13 мая ООН предсказывает гибель миллионов людей в случае, если российская страна не разблокирует украинские парты. Редактор субтитров А.Семкин